Всем привет! Ну что, у меня опять выпуск из моей мастерской, потому что я толком еще не долечился. Ребят, долечивайтесь, долечивайтесь всегда, потому что я не долечился, поехал на дачу, ну и теперь долечиваюсь, сижу дома. Так вот, многие просили меня в комментариях сделать видео, ну типа топ спиннингов, которые у меня были в этом году. Но поскольку у меня спиннингов проходит очень много через мои руки, и они там от самых ультра-ультралайтов и до очень-очень тяжелых, поэтому я предлагаю сегодня поговорить о спиннингах для тяжелого джига и ловли крупной резиной, поскольку эта ловля набирает сейчас популярность достаточно большую. И в этом сегменте у меня было три палки в спиннинговом исполнении и три палки в кастинговом исполнении. Давайте начнем со спиннинговых, потому что, ну, многие боятся кастинга, не хотят на него переходить, это вдруг не зайдет, а вдруг не получится, а в спиннинг купил, катушку купил. И поэтому стараются выбирать именно в спиннинговом исполнении тяжелые палки. Но тут тоже есть свой минус, потому что, ну, спиннинг с тестом 80-100 грамм отбалансировать обычной какой-то катушкой достаточно сложно. То есть банально это уже должна быть катушка весом больше 300 грамм, там, 320-350. Вот у меня тут есть подобные катушки, я ими особо не ловлю, но эта катушка, вот типа Diva Regal, например, которая весит под 400 грамм, да, она балансирует. А если у вас нет баланса, опять же, как я говорю, ну, представляете, тяжелая палка, да еще она вот так вот постоянно клюет. Но, опять же, все равно многие предпочитают ловить именно в спиннинговом исполнении. Вот в спиннинговом исполнении у меня было, как я уже сказал, три палки. Одна из них – это спиннинг от GS Company NYX DX 250 и с тестом 100 грамм. На мой взгляд, это, наверное, самый оптимальный спиннинг для ловли тяжелым джигом и, в принципе, крупной резиной. Потому что на Волге мы ловили именно джигом. А поскольку у спиннинга тест 30-100, я вам скажу честно, грамм от 25 я уже прекрасно ловил им джигом. И ловил и 50 ставил, и 60 ставил, и все он тянет в пределе до 100 грамм, он прекрасно будет работать именно с джигом. Он прям вот заточен под это. Ну и плюс он позволяет ловить уже какой-то вменяемой резиной. Ну, поскольку я ловлю все равно, я считаю, что я ловлю на минималках крупной резиной. То есть для многих вот эта резина – это не крупная. Многие ловят вот такими резинами. Но вот я ловлю, у меня средний размер резины вот примерно такой. Саважгировская платва, 45 грамм она весит, 20 грамм груз. Уже 65. Уже 65, плюс еще дополнительный крючок. И получается, что спиннингом до 70 вы уже не кинете это. Потому что такие приманки, они еще на забросе имеют лобовое сопротивление. И тут палку нельзя перегружать. Поэтому это минимум, спиннинг должен быть до 80, лучше до 100. Потому как, допустим, следующий, вот, например, такая же платва, только другой модели. Тоже Саважгировская. Вот она сама по себе 75 весит. Плюс вот стоит голова 20 грамм. Уже 95. Вот логично, да? Вот, кстати, NYX DX. Очень удачная модель оказалась. Мне очень понравилось. И он, кстати, стоит сейчас не очень дорого. То есть, что-то в пределах 11,5 тысячи его можно взять. И именно, вот я подчеркну, что он именно, вот, прям заточен именно под джик. Но, пожалуйста, вы можете. И вот такие джерки можно кидать им. 75, по-моему, грамм. Да, он длинный. Он, вроде как, не под джерки. Но, с другой стороны, сейчас очень многие джерками не ловят. Вот так вот. С резкими дерганиями. Многие ловят довольно плавно. Я, кстати, ловлю довольно плавно джерками. Я раз, раз, раз. Вот так вот ловлю. И, в принципе, этот спиннинг, вот, если разоритесь и его купите, он вам закроет вообще всю вот эту ловлю. И тяжелый джик, и крупную резину, и джерки вообще все закроют. А следующий спиннинг, который у меня был, это Crazy Fish Versus до 70 грамм, но он плюс 6 дюймов приманка, то есть, фактически, это тест до 90. Versus самый легкий спиннинг из тех, что вот у меня трех был, потому что Versus весит 120, по-моему, 5 грамм, что вообще удивительно маленький вес для такого класса спиннингов, потому что GS Company, NYX DX до 100, весит 150 грамм. Мне он понравился. И, опять же, у Versus'а заточка именно больше он заточен под ловлю именно джигом тяжелым. Его берешь в руки и понимаешь, что вот им хочется ловить. Прямо поставил там колобаху грамм 40, там 50. Тю-у-у, и тук-тук, тук-тук. Легенькая палочка, достаточно интересная, но минус, многие не любят ручки скелетон. И, как бы, я даже люблю ручки скелетон, но мы-то зачастую ловим крупной резиной по поздней осени. А поздней осенью скелетон... Но в целом спиннинг отличный. И третий вариант спиннинга, это... Вот, сейчас покажу. Это Vivo дивергент от Каймана. Это самый бюджетный спиннинг, потому что я смотрел на CrazyFish, сейчас Versus что-то в районе 10, там, с копейками тысяч стоит. То есть, чуть дешевле, чем MixDX. А Vivo дивергент на сегодняшний день, по-моему, что-то в районе 7 тысяч стоит. То есть, это самый бюджетный вариант. И вот он, кстати, подойдет именно больше для тех, кто именно хочет затеяться половить именно резиной. Потому что, я скажу честно, ну, сами понимаете, чудес-то не бывает. Нет, на тяжелом джиге, понятно, вы поставите 40 грамм, у вас все стучать будет, не вопрос. Но этот спиннинг самый тяжелый, вот, среди тех, что я перечислил, он весит, по-моему, 175 грамм. Поэтому, как бы, если вы все-таки забиваетесь именно под джиг, я бы рассмотрел два предыдущих. А вот именно под тяжелую резину, вот с ним будет довольно комфортно. Но, опять же, подобрать под него катушку, как я уже сказал, я пробовал. Вот я специально, перед тем, как снимать видео, поставил на него вот Dive Regal, который можете загуглить и посмотреть. Dive Regal 3500 она. Вот она его балансирует. Да, конечно, она его балансирует. Тут есть, видите, и минусы, и плюсы. Но, совершенно правильная ручка с Evo, то есть, зимой не холодно. Во-вторых, ручка сделана именно под то, чтобы вы палку, вот, грубо говоря, вот могли вот так держать, и вот так вот руку. Это удобно, потому что в этом случае, в этом случае, хотя бы у вас палка не будет так клониться при дисбалансе. То есть, так вам будет просто легче им ловить. А что касается самого вот спиннинга, я считаю, что при его цене, вот его как раз-то можно было бы, вот если сильно сомневаетесь и думаете, ну, бог его знает, мне для тяжелым джигом я вроде не ловлю, мне негде, а специально только под крупную резину тратить там больше 10 тысяч. Вот, ребят, вот это вариант. Вот это будет вариант, самый оптимальный для того, чтобы именно попробовать ловить тяжелой, ну, крупной резиной на минималках, как я уже сказал, на минималках, потому что я вот такими колобахами не ловлю. Но тут еще, знаете как, у нас в этом году, как бы практика этого года ловли показала, что в этом году работали как раз-то средние приманки, 7-8 дюймов. Вот какие крупные колобахи хуже работали в этом году. Это то, что касается тех спиннингов, которые вот у меня были именно в спиннинговом исполнении в этом сезоне. А что касается кастинга. Кстати, многие напрасно боятся кастинга, потому что, на мой взгляд, ловить кастинговой снастью начинать. Лучше как раз-то с тяжелых спиннингов и тяжелых приманок, потому что все-таки распустить бороду или перебежку на толстом шнуре гораздо проще. И от стрела приманок такого на таких крупных, ну, уже толстых шнурах у вас минимум будет. Так вот кастинг. Три спиннинга у меня было. Я вру. Четыре спиннинга. Четыре спиннинга в этом году у меня было. Это, как обычно, мой Savage Gear 8,6 до 220 грамм. Это мощнейшая палка. Причем, что большой плюс в ней, показываю, смотрите, у нее катушка контрится сначала гайкой, гайкой вот этой, а потом сверху второй раз контрится уже верхней частью ручки. То есть здесь мощнейшее крепление для катушки. То есть катушка у вас здесь не вылетит никуда. Опять же, этот спиннинг 8,6, он длинный, он позволяет очень хорошо и далеко кидать. Длинная ручка, а вот с длинной ручкой здесь есть свой плюс и есть минус. Те, кто ловят в лодках стоя, им это очень удобно. Хороший рычаг, отличная посылистость, то есть можно фигануть эту вот такую колобаху, вдаль туманную, улетит, все, не заметите. Но, поскольку я, у меня все-таки проблемы со спиной, и я чаще ловлю сидя, мне сидя осенью в куртке, мне вот это движение, вот, 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 каждый раз вот так вот делать, мне неудобно, потому что я ловлю сидя. А так, в целом, вот, если вам нужна палка под реально большие приманки, вот это самое то, что нужно. Совершенно спокойно можно поставить приманку грамм 150-170 и запулить куда угодно. Тут вопросов нету вообще. Но, вот, как я уже сказал, лично мне этот спиннинг не подошел. Я его выставил на продажу, потому что, ну, ну, что, он просто так лежит. А следующие спиннинги, которые у меня были, это, опять же, я просто забыл, у меня был тот же Vivo Divergent от Cayman в кастинге до 150 грамм. Вот это прекрасный вариант. И Nautilus Monster Pike тоже кастинговый. Он 8.6. Это два спиннинга, в общем-то, достаточно похожие. Они и в цене похожи, они похожи немножко, ну, как бы, по своему качеству. Но мне показалось, что все-таки Nautilus Monster Pike пожестче, а Divergent все-таки он более податливый, то есть на забросе приманки мне больше нравился Divergent, а на резкой подсечке, когда надо в толще воды крупную приманку продернуть, именно подсечку сделать, вот здесь как-то Nautilus, наверное, все-таки поедренее. И вот вишенка на торте в конце этого сезона это спиннинг, который мне, к сожалению, прислали поздновато. Я очень искал спиннинги, чтобы вот он был и не короткий, как вот, ну, видели, я ловил вот этим тоже Monster Pike в кастинге джерковый спиннинг, длиной, по-моему, он 6.6. Эта палка чисто под джерки, потому что крупную резину им кидать не очень удобно. Ну, не докидывает он ее туда, куда хочется. Джерк просто летит лучше за счет этого, просто этим спиннингом джерки кидать прекрасно. Сам по себе или на под крупную резину, ну, он не докидывает. И я хотел спиннинг, чтобы вот он был не длинный, там, не 8.6, там, не 8.3, а вот что-то короче, но и не коротыш. И мне прислали такой спиннинг, прислали. И этот спиннинг был, опять же, у меня недавно на тестах. Это спиннинг NYX DX, опять же, NYX DX от GS Company. И вот это, ребят, спиннинг оказался бомбезным. Я его прям взял и понял, что это то, что надо. В принципе, довольно легкая палка, потому что она же все-таки короче еще. Он зашел и мне, прекрасно зашел. И вот вы знаете, Александр со мной ловит канал Фанкаст. Кстати, ссылочку сделаю в описании. Зайдите, подпишитесь на его канал. Ему очень понравился этот спиннинг. И товарищ с ним тоже ловил. И ему тоже понравился этот спиннинг. И они оба уже себе к следующему сезону сказали, что уже будут себе этот спиннинг заказывать. А его еще нету в продаже. Потому что то, что у меня сейчас в руках, это предсерийка. Как я уже говорил, тут вместо надписей просто бирочка, бумажечка приклеена и написаны характеристики спиннинга. Это предсерийка. А серия будет только весной. Да, этот спиннинг будет стоить, конечно, дороже. Тут вопросов нет. Но вот эта универсальность, когда он и не длинный, тяжелый, и не коротыш, а именно вот средней длины, когда им удобно кидать, ручка не такая прям сильно длинная, но и, заметьте, она и не короткая. Вот, смотрите. То есть, этим спиннингом мне удобно кидать, сидя. И я прекрасно им кидаю. И дальность полета приманки практически не теряется. Зато появляется универсальность. То есть, мне комфортно и джерки этим спиннингом кидать, и крупную резину этим спиннингом кидать. И, в принципе, при нужде на этот спиннинг можно поставить катушку с подходящим шнуром для ловли тяжелым джигом и точно так же ловить прекрасно тяжелым джигом там 40-50 грамм. Пожалуйста, берите и ловите. Этот спиннинг как раз-то достаточно чуйки. Но он и дороже. Поэтому, если речь вести о кастинге, то вот из бюджетного я бы, наверное, все-таки вам порекомендовал обратить внимание либо на дивергент, либо на монстр пайк. Это то, с чего, в принципе, можно смело начать, и под крупную резину вы не будете забивать себе голову. а уже дальше будете смотреть. Надо оно вам, не надо оно вам, но с этого смело можно начинать. Вот такое у меня получился. Это даже не топ, скажем так. Это просто краткая, сжатая информация о том, чем я в этом сезоне ловил, так сказать, подведение итогов и мое мнение о тех спинниках, которыми я в этом сезоне ловил. Как-то так. Ну, а думаю, если вам такой формат заходит, то в следующем видео предлагайте. Можем поговорить про ультралайтовые спиннинги. Можем поговорить про спиннинги отдельно для твича воблеров, потому что у меня в этом году прям были очень интересные спиннинги, именно чисто твичевые, и это можно отдельно сделать видео чисто по твичевым спиннингам. А можем сделать видео просто по классическим нормальным джиговым спиннингам в среднем диапазоне теста. И там тоже есть о чем поговорить. Ну, а за всем, как говорится, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте все, что хотите. Пойду долечиваться. Пока! Туруханская 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 Туруханская